Здравствуйте, товарищи! Это будет моё первое видео из серии аналитики от Фролова, которое будет совсем коротенькое, ну, по сравнению с моими полутора и более часовыми подробными видеоанализами. Но длинные тоже будут видео, и так начнём. Постоянные мои зрители знают, что у меня вышло уже много видео с аналитическими разборками речей и идей пропагандистов мясоедения, которые бездоказательно и любой ценой пытались обосновать пользу и даже необходимость поедания фрагментов трупов животных, но я всегда аргументированно показывал их полное непонимание биологии и биохимии, ну, а также отсутствие логики и здравого смысла в их речах и рассуждениях. Сегодня я получил от одного зрителя ссылку на лекцию вот этой дамочки-психиатра. Называется оно «Простое решение проблем щитовидной железы». Ну, и даже в этой лекции она умудрилась главной темой продвинуть идею необходимости потребления мяса. Но сейчас обо всем по порядку. Мне уже много раз давали ссылки на её лекции, и я вспомнил, что несколько из них я смотрел, а также она, эта женщина, тоже смотрела мои лекции, даже оставляла, я помню, комментарии. Ну, возможно, и теперь смотрит. Но от лекции к лекции она упорно и рьяна, настойчива и горделива всё больше и больше пропагандировала необходимость поедания мяса под разными предлогами. А люди верили и верят. Не потому, что она доказала истинность своих слов, а потому, что она просто заумно, ну, якобы связала одно с другим своей речи, запутала терминами, заставила поверить другими словами. А люди воспринимают обычно всё и сразу, в совокупности, целиком, а тем более то, что им хочется услышать. Так как им не только легче будет жить психологически, но главное вкуснее. А вкусы, дорогие товарищи, часто противостоят рассудку. На примере данного видео я покажу полную некомпетентность и отсутствие знаний, логики, честности и порядочности у этой женщины. У этого якобы, так сказать, специалиста. Ну, судите сами, только непредвзяты и объективны. Послушайте, что она говорит, как она врет, а я это докажу. Вот только непонятно, по невежеству она врет по-своему или нарочно, с умыслом. И данное видео яркий пример, яркий, подобной пропаганды у подобных представителей от медицины, блогерства и околосмежных, так сказать, идей, направлений наук и тому подобное. Итак, начнём слушать. Буквально одну минутку, ещё несколько секунд, чуть дальше. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Софья Доринская. Я врач-психиатр и руководитель Центра медицинского информирования. Мне задавали вопрос в сообщении на канале, чтобы я рассказала о связи щитовидной железы и селена. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, как работает щитовидная железа, какие питательные вещества ей нужны и что, в общем-то, человек должен знать по этому поводу. Скажу наперёд, что про йод, селен, общие закономерности, она всё правильно сказала. Но тут сразу возникает ступор, клин, идиотизм, аллогизмы. Когда она касается чего, вот давайте скажем. Для того, чтобы функционировала щитовидная железа и вырабатывала свой гормон, организму нужно несколько вещей. Прежде всего, это йод, о котором знают все. Но йод не единственное вещество, которое нужно. Следующее, что нам нужно, это эль-тирозин. Эль-тирозин – это белок, который содержится в мясе. Внимание! Она сказала, эль-тирозин – это белок, который содержится в мясе. В животном мясе. Отсюда сразу. А бывает мясо не животное, интересно? Какое? Мясо растительное? Ну, можно так и оригинально сказать. Конечно, если считать комбинацию растительных белков за мясо или продукт, произведённый из него, только это уже не природный продукт, а созданный человеком. Хотя, да, растительное мясо может быть. Как можно такие заявления делать? Тем более, что нужно тогда оговориться, пояснить, что есть растительное мясо. Всё-таки это не совсем звучит разумно. Ведь мясо – это мясо. Это мышечная ткань трупов убитых животных. Вывод. Люди, которые ограничивают себя в питании в мясе, они ставят под угрозу функционирование своей щитовидной железы. Ну вот, прекрасно. Теперь дальше она рассуждает про иное. Ну а теперь давайте перейдём к ещё одной её фразе. Покажу цитату и проанализирую. Ага, я вам скажу, что если вы ограничиваете себя в животных белках, если вы не едите мясо, если вы едите мясо два раза в неделю, если вы едите мясо один раз в день, то вы прямиком идёте, прямой дорогой, к разрушению собственной щитовидной железы и вот к таким вот болезненным состояниям. Ну вы слышали? То есть, если вы едите несколько, там, два раза в неделю, ну даже если вы едите раз в день мясо, то есть каждый день раз в день, то вы ведёте себя вот к этим болезненным состояниям, потому что мясо-то надо жрать три раза в день, а то и десять, чтобы было всё здорово и нормальный организм, да? Ну говоря о гормонах щитовидной железы, кстати, она сказала про один гормон, на самом деле щитовидная железа вырабатывает не один гормон, она в единственном числе сказала, что уже является ошибкой. Ну а теперь самое главное, дождались. Что она там вначале нам сказала? В самом. Давайте включим повтор. Эльптирозин – это белок, который содержится в мясе, в животном мясе. Отсюда сразу вывод люди, которые ограничивают себя в питании в мясе, они ставят под угрозу функционирование своей щитовидной железы. Ну то есть, во-первых, он содержится в мясе, понятно, коли она не сказала, что где-то ещё, то только в мясе, и под угрозу щитовидную железу человек ставит, кто не ест много мяса. Ограничивает себя. То есть, нужно себя в потреблении мяса даже вообще не ограничивать. Ну а теперь самая суть. Я ей написал, кстати, наверняка удалит это 100% под её видео. Вот моё письмо. И давайте я вам поясню. Некомпетентность полнейшая. Эль-Терозин – это не белок. Это уже вот этого достаточно, что человек сказал. Это белок, врач. Хотя и психотерапевт никакого отношения, в общем-то, к медицине не имеет. Ну, косвенное, да? Это белок. Враньё и глупость и ложь. Это не белок. Это аминокислота. Внимание! Уже! То есть, сразу. И этого, говорит, она доста... Вот этого достаточно. И уже этого хватит, чтобы сказать, что женщина абсолютно некомпетентна. Так вот, Эль-Терозин – это аминокислота. Первый момент. Второй. В растительных продуктах этой аминокислоты много. В каких, например, сои, арахис, чечевица, фасоль, другие бобовые, то есть, маш, нут и так далее. В них, более того, Эль-Терозина больше, чем в мясе. Пример, пожалуйста. Есть таблицы, сами можете посмотреть, проверить. Например, в чечевице Эль-Терозина 0,78 грамма на 100 грамм продуктов. А в говядине мясо коровы 0,66. Даже в печени меньше, чем в чечевице. То есть, во многих продуктах, таких как авокадо, не только бобовый, миндаль, кунжутное семя, во многих семенах и проростках семян и других продуктах, и есть Терозин. Третий момент крайне важный. Терозин, как следует из, соответственно, состава тех или иных продуктов питания, растительных, не является дефицитной аминокислотой. Тем более, он дополнительно синтезируется из фенилаланина, которого тоже достаточно в разных продуктах питания. Я уже не говорю о синтезе нашей кишечной микрофлоры, симбиотической, у кого она, конечно же, работает в должной мере. Даже об этом не говорю. Так вот, для веганов и вообще всех людей, всех, чтобы они были разумными людьми, чтобы они знали, их никто не мог обмануть, что аминокислоты Терозина достаточно вполне во многих продуктах, в том же семечке подсолнуха, но я уже не буду перечислять, и 200 грамм отварной чечевицы, например, той же, кто уже варит, кто просто веган, не сыроед, вполне достаточно, чтобы получить суточную дозу этой аминокислоты только из продукта, не говоря уже о синтезе, двух видах синтеза этой аминокислоты в организме. Ну что, дорогие товарищи, можно сказать, заключение. Вот это классический пример идиотизма, который преподносит за истину, а люди этому верят, потому что сам обманываться рад, как говорил Пушкин, да? Это, конечно, непозволительно, так сказать, во-первых, для таких вот заявлений смелых, научных, просто которые элементарно разносятся в пух и прах, камня на камне не остается, потому что глупость несусветная, доказательства простые, примитивные, на поверхности все лежит. Я просто поражаюсь еще, что люди ищут себе отговорки любой ценой, даже ценой попрания, как я это постоянно говорю, здравого смысла, рассудка, логики и так далее. Так вот, я на примере данного видео сейчас показал полную некомпетентность и этого человека, и конкретно таких людей, подобных, коих сейчас огромное количество, которые просто пытаются насадить мясоедение. А вот зачем, сейчас поговорим. Так вот, еще люди многие говорят, что, знаете, меня прям раздражает, конечно, что мои лекции длинные слишком, многие старые лекции, большие. Тогда я вам скажу следующее. А для того, они длинные были у меня, подробные, четкие, аналитические лекции, для того, чтобы вы стали умнее и разумнее. Неужели это непонятно? Я понимаю, что многие сейчас развиваться не хотят, а все вынь да положь на блюдчик с голубой каемочкой и еще разжуй. Нет, так делать неправильно на самом деле. Нужно самому все понять. Да, кстати, она в конце еще сказала полную чушь про витамина, что в основном он содержится в животных жирах, и потому надо есть животный жир. То есть, якобы он практически, ну, так с оговорочкой, как будто его практически больше нигде нет. Ну, то есть, полный вперед, абсолютный, даже лень открыть медицинские таблички и посмотреть. Кстати, посмотрите, пожалуйста, мои вот эти аналитические видео, жесткий разбор с Фроловым и прочие по аналитике мракобесия подобного. Подробные, доскональные. А пока я вам скажу вот что. А каковы же причины подобного вранья и глупости, вот сказанной вот этой женщиной и подобной им? Ну, первое. Они просто очень любят мясо и подобным враньем успокаивают себя, что это, мол, не вредно, это можно, нужно и даже полезно, и даже необходимо. Второе. Они понимают, что участвуют в поганом гнусном деле, убийстве ни в чем не повинных животных, и оправдываются этой якобы необходимостью. Третье. Они хотят видеть вокруг своей идеи, веры, по сути это вера, подобных им, с одобрением, а не с осуждением. Им проще так жить и проще так жевать в сласть. Четвертое. Они слабы духом и телом и только ищут любой повод для оправдания своих брюшных слабостей, пристрастий и желаний. Пятое. Они хотят жить ради еды и наслаждений, а смысл в жизни видят в основном в любимой еде, потому любые средства хороши. Но есть ведь и другие причины. Об этом уже в другом видео я расскажу. А вы напишите, пожалуйста, в комментариях, какие вы еще видите их мотивы к подобному оголтелому, неистовому и постоянному желанию дешевой пропаганды, такими лекторами для поедания мышечной ткани трупов убитых животных и их частей тел. Так вот, казалось бы, помимо знаний, у психологов должна быть еще железная логика и беспристрастность суждений. В поиске и аналитике найдены информации. Так вот, вы знаете, я вот абсолютно уверен, я полагаю, что это абсолютная правда, что казалось бы, что помимо знаний у психологов должна быть железная логика и еще беспристрастность в поиске и анализе найденной информации, в поиске истины. То есть беспристрастность, но тут налицо явные дешевые желания. Правда, причем я это наблюдаю. Вы знаете, как вот человеческое, вот эти слабости, глупости, пристрастия, привычки руководят разумом и делают из человека разумного какого-то, так сказать, двуногое существо просто. Так вот, кстати, а как вы считаете, есть ли врачи-психиатры, которым самим нужна психологическая, а подчас даже психиатрическая помощь? Ну, собственно, жду вот эти ваши комментарии под данным видео. Всего хорошего. До новых встреч!